Был 14 человек на одно место, я прошёл его, то есть одни пятёрки. И добиваясь разрешения за три курса сдать за год по выбору комиссии на одном из трёх иностранных языков. А в душе пустота, Хамзат, пустота. И в это время мне Библию дают в руки, моя жизнь через полчаса была другой. И меня советская власть гнобила, я прошёл пять тюрем и лагерь. Меня 26 лет советская власть убивала. А я ещё ни одной таблетки не сел, ни одного мата не сказал. И на мордник ни разу не надел пока. Знаете почему? Знаете почему? Почему? Потому что я верующий, Бог меня укрепляет. Да, да, всё от Всевышнего и всё. Для меня смерти нет, есть переход с одного состояния в другое. Смерти нет, верующий во Христа не умирает, то есть духовно он остаётся живой. Вот смотрите, вот я сам чеченец по национальности. Да. Я жил в Германии год и в Ростове живу уже семь лет. И ты в Германии был немецкий язык знаешь? Не, я с Чечни переехал, мне было восемь лет. В Германии месяц жил я. Я уже начинал понимать, и здесь я учу немецкий, и я в Польше жил год. Вон как. Ну и что дальше-то? Вот. Я вот живу в Ростовской области здесь. Русские вообще вся школа в Бога не верит, не молятся, перед церковью матерятся. Да, да, да. А вот у нас мечеть там пять раз молятся, но у нас пока такого нету, вот. Вы верующие христиане, да? Да. Мы молимся семь раз в день намаз. Смотри, и тысячи поклонов каждый раз. Да ещё утренний вечерний. У нас намаз совершается девять раз в сутки. Не пять, а девять. Ну, это одна группа наша такая только. Остальные-то, как вы сказали, там пьяносы, ругаются. Такие они и есть, ты правильно говоришь. Эти люди готовые дрова в ад, в огонь вечный. Вот, смотрите, вы сказали, типа, с девочками нельзя и бить, да? Нельзя. Пока у нас юноши и девицы сохраняют девственность до брачной ночи. Пока родители благословят и в церкви повенчают. Да здесь восьмиклассница уже, все недельственницы. Да, ну что? По тринадцать лет. Ну, вот так. Вот, смотрите, я сам чеченец, здесь девушка, короче, русская. Православная, в общем. Да. Я за ней бегал два года, я живу от станицы 20 километров. Пешком туда-сюда, короче. Я всё делал ради неё, она меня посылала, короче. Перед парнями у меня авторитет, как бы, она унижала, короче. И все говорят, типа, такой пацан унижаешься, перед девочкой, короче. А прошёл год, у неё умер отец, как бы, вот. А он тоже был неверующим. И мы с ней начали встречаться, уже прошло ровно семь месяцев. Вот. Вы слышите меня? Я слышу вас. Вот, смотрите, семь месяцев. Я по ней просто убивался, всё делал. Зимой приходил просто, чтобы обнять её. Она обнимать не давала. Вот прошло семь месяцев. Я уже, как бы, остыл. У меня нету раньше чего было. Она целоваться не давала. Вот прошло семь месяцев. Короче, она сейчас начинает всё делать, а я уже не хочу, как бы, с ней отношения. Ну, если она тебе нравится, так надо принять христианство и жениться, повенчаться в церкви православной. Нет, это у нас принимают девочки ислам. Они мальчики. Я ей сказал, если я тебя замуж заберу, ты готов ислам принять? Она сказала, да. Сейчас я понимаю, что я, типа, где-то какая-то влюбчивость была, она у меня прошла. Но я ей не могу сказать, типа, да, я хочу как друг с ней всю жизнь дружить, короче, но я её перестал любить. Короче, общаюсь с другими девочками. Она русская, она раньше обнималась с мальчиком. Я ей запретил обниматься, общаться с ним. Она меня слушается, хорошая девочка. Но я её не люблю. Что мне сделать? Ничего не делать. Правильно и делай, что не любишь. Она совсем другая. Почему другая? Ну, другая, если у неё вера есть. Ну, да. У вас будет жизнь нехорошая. Не надо её, оставь покоя. Найди хорошую щеченку, и там уже Господь посмотрит. Мы были в Щечне, в Грозном, не один раз. Когда мы ездили по библиотекам, ну, нам говорили, не ездите туда, там только головы режут. Нет, это неправда. Я говорю, как говорили нам. Мне говорят, вы хотите мучеником стать, а молодёжь-то берёте, зачем с собой. А мы там были... Это неправда. А вы, Рамзана Ахматовича Кадырова, знаете? Естественно, знаю. У меня от него письменная благодарность на бумаге. Я его считаю лучшим правителем в России. Почему? А потому, что он человек. Он герой. Герой не по-железке, а по душе. Как мусульмане. Он закрыл ворота. Ни взрыва в стране нигде нет. Это его работа. Он честный человек. Мужественный. Мы за него молимся каждый день. Поминаем его имя. Амана Тулеева, Ордогена Турецкого. Мы молимся за него, чтобы Господь его сохранил. На него покушение уже сколько делают. За Кадырова, да? Да, за Кадырова мы отдельно молимся. Он очень мужественный человек. У меня тоже дух есть. Нам повеление Божие даётся. Так, иди-ка, гуляй. Поступай. Игнатий Тихонович, да? Да. Что делать, девочка, я не знаю. Да успокойтесь пока. Вам сколько лет? Сейчас обоих в один день по 17. По 17. Ну, что торопишься-то? Еще один. Там дети пойдут. Ты сейчас хорошую специальность. Пока выучись как следует. И там, что видно будет. Лид, я не хочу её обидеть. Ну, вы меня спросили, я вам ответил. Я не хочу её оставлять. Она, если настоящая христианка, если настоящая, она никогда не будет менять веру свою. Потому что верить во Христа и не верить во Христа – это ад и муха вечная. Это грех, да. Это 36, ну, по-вашему, аят, 36 стих 3 главы. Евангелие от Иоанна. Верующие в Сына Божия Иисуса Христа имеют жизнь вечную. А они верующие не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на нём. Знаете, что случилось, короче, неделю назад? Слышите? Я слышу. Вот, у меня 1% телефон. Вот, смотрите, я пришёл к ней. Ирина её зовут. Ирина, это греческое имя, переводится «мирное». «Мирное». «Салям алейкум». Это ей имя такое. Да. А вот, смотрите, я пришёл, короче, здесь дорога. Полный лес. 10 километров. И были шакалы. Ирина, это греческое имя, переводится. Салям алейкум. segurança. Салям алейкум-аналюра.